медицинский центр атлант добрый день друзья сегодня мы поговорим о проблемах коленных суставов что же с ними происходит почему там хрусты почему они болят это видео будет предшествовать следующему видео которое называется почему у нас хрустят суставы да сегодняшнее видео почему болят а следующее почему хрустят обязательно чтобы вы поняли следующее видео надо это прослушать и чтобы не пропустить следующие подпишитесь пожалуйста и нажмите на колокольчик чтобы вам пришло уведомление значит наши суставы особенно коленные могут болеть из-за двух самых распространенных причин это или артроз или артрит как же человеку самому отвлечить что у него артрит или артроз потому что очень часто врачи пишут артрита артроз то есть любому артрозному изменению сустава подшествует артрит давайте разберемся что такое it it это медицинское окончание в диагнозе которая говорит о том что есть воспаление бронхит спондилит артрит да спондилоартрит так вот практически всегда изменению в суставе артроз это и есть дегративно-дистрофическое изменение сустава предшествует какие-то воспалительные реакции да и вот я сегодня вам хочу показать снимочки рентген коленного сустава моей тетушки который 75 лет у нее были жуткие боли она не могла подняться на второй этаж даже были ночные боли и как мы ей вылечили колено за 9 дней вы узнаете досмотрев видео до конца пожалуйста посмотрите будет очень интересно итак в чем выражается артрит и артроз при артрите колени болят всегда ну не только колени суставы и днем и ночью как правило люди принимают противовоспалительные средства всякие нпвс аналегетики и так далее то есть борется с воспалением артроз это как я уже сказал изменение со временем такое старческое артроз бывают у спортсменов у которых была сильно большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат то есть это произошли уже необратимые изменения истончился хрящ уменьшилось количество сеновиальной жидкости до произошли какие-то изменения в костной структуры вот как у моей тетушки вот вы видите два таких шипа которые впиваются в сустав и приносят ей жуткие боли поэтому она с каждым шагом чувствовала боль в своем колене да и она наступает и ей больно лишний вес возраст на второй этаж тяжело поднять ночные боли ночные боли значит свидетельстве что свидетельствовали о том что у нее есть и воспалительная реакция и уже дегеративно-дистрофическая и так как же понять что у вас воспаление и какого но характера ну значит как отличить артрит от артроза я уже рассказал воспаление может быть аутоиммунного характера и приобретенным то есть аутоиммунного характера это есть такое заболевание как ревматной артрит этим занимаются ревматологи и для того чтобы выявить этот процесс или исключить надо сделать всего лишь пару анализов один из анализов рф ревматоидный фактор но обычно еще назначают с срб цире активный белок чувствительный но в общем ваш ревматолог более грамотно и четко вам объяснит неврологи мануальные терапевты степаты массажисты травматологи этим этой патологии не занимаются то есть этим занимаются именно обученные врачи ревматологи там очень серьезная терапия поэтому это вопросы к ним если у человека артрит как я уже сказал назначается противовоспалительная терапия и вот в нашей клинике противовоспалительной терапии является лазеротерапия то есть противовоспалительном режиме плазма терапия магнитотерапия то есть это три терапии которые самые лучшие помогают при артритах то есть лазер делаем на коленный сустав так мы тетушку лечили каждый день делали лазер мы делали два режима и противовоспалительный и согревающий потому что у нее был и артрит и артроз у кого особенно у стариков колени пожилых людей очень любят тепло но в данном случае мы говорим о коленях раньше когда у меня лазера нету я и делал компрессы с бешофитом электрофорез бешофитом и вы все дома можете сами себе сделать пойти в аптеку купить этот эту со это соленая вода очень бешофит называется стоит копейки на марлю на полотенце под пленочку на всю ночь на больной сустав и а при артрозах очень хорошо помогает но еще раз хочу напомнить вы должны исключить артрит значит мы делали лазер каждый день магнит каждый день это было вот 9 сеансов и сделали мы два сеанса плазма терапии один сеанс в сустав и один сустав перри артикулярном вокруг и один укол вокруг сустава то есть почему потому что в сустав можно вводить уколы раз в 10 дней не чаще она приехала ко мне всего лишь вот на 10 дней погостить с племянницей и просто больше не получилось живет на донбассе далеко и в таком возрасте сильно не разъездишься да вот ну тем более сейчас проблемы на донбассе в общем проехали но что же получилось за эти 9 сеансов мы получили очень стойкий эффект почему я снимаю это видео сейчас потому что терапию мы делали в начале лета в начале июня прошел все три месяца лета сентябрь и уже начался октябрь то есть это пять месяцев прошло и вот позавчера у племянницы было день рождения я звонил поздравлял и спросил как оленина говорит хорошо то есть представляете девятидневное лечение в таком возрасте в 75 лет имеет такой длительный пролонгированный эффект хотя сустав плазму надо колоть 5 уколов чтобы она хорошо сработала это по протоколу ну так как времени нету и даже один укол сустав но когда мы совмещаем эту инъекционную терапию с физиотерапию то это дает очень обалденный эффект те люди кто которые не могут приехать такие клиники пролечиться могут пролечиться теплом я уже сказал про бешофит сухое тепло в виде нагретой соли тоже очень хорошо помогает ну и какие-то дешевые электрофорезы которые есть каждой поликлинике вам помогут там врач уже решит на бешофите он будет делать или на лидокаине если у вас есть артрит какой-то да возможно вам врач выпишет там деклофенак деколоберг сифакам это уже врач решит какой именно препарат для вас лучше поможет и уже назначит вот эти всякие физиопроцедуры если вам было интересно ставьте лайки делайте репосты обязательно подпишитесь поставьте колокольчик чтобы вы не пропустили вот видео про хрусты обязательно скоро будет видео будет вообще крутя-крутя-крутя пока пока спасибо за подписывайтесь